Всем добрый день! Вы на канале всё сначала. Я хочу поблагодарить всех, кто смотрит мои видео, кто пишет мне комментарии. Я очень вам признательна. Огромное вам всем спасибо. А сегодня я быстренько решила испечь такой бисквитный рулет. И для этого нам понадобится... У меня тут 4 яйца. Они были у меня в холодильнике. Я вливаю такой мерный стакан. Я не отделяю белки, желтки не разделяю. И сюда я добавлю 100 грамм сахара. И сюда я добавлю щепотку соли. И на небольших оборотах сначала я это дело всё забью. И потом я вам, наверное, по времени скажу, или покажу, сколько это будет, чего. Но я вообще ориентируюсь по этой мерке. Если у меня получается уже увеличивается в 3 раза, и я прекращаю это взбивание и добавляю муку. Ну, а сейчас я переместиться должна в другой угол своей кухни, маленькой. И поэтому я вам, пожалуй, не смогу этого показать. Вот. Всё, что у нас получилось, мы выкладываем на противень. Вот такая масса. И ровненько стараемся ровненько разровнять. Потому что, чтобы не было у нас этот рулет, в одном месте он будет такой толстый, а в другом тонкий. И мы постараемся как можно ровнее его растянуть на этой. Вам может показаться, что этого теста мало, но это всё в порядке. Всё нормально, его хватает на целую противень на эту. И он получается очень хороший даже. Даже очень хороший. Духовочка у меня разогрета до 200 градусов. Так что всё там хорошо с духовкой. Вот. Самое главное нам теперь такая наша задача. Вот ровненько-равненько его тут разровнять. Ну вот. Как-то так, наверное. Сюда немножко побольше. Я думаю, что всё будет у нас хорошо. Всё у нас получится. Поставим в духовку и будем выпекать там. Не больше 10 минут, чтобы вы понимали. Чтоб он не высох. И нам это совсем не надо. Чтоб он высох. Всё. Ровненько сделали. Вот это то, что у меня получилось. В духовке он меня провёл ровно 7 минут. Сейчас я его сниму с этой противни. Положу его на стол. Вот. Эту историю я сейчас уберу вот сюда. На этот лист бисквита. Я покладу ровно такой же лист бисквита. И переверну его на обратную сторону. Вот так вот. Для того, чтобы хорошо он у нас отнялся. Вот влажной тряпкой мы немножко тут его свочим. И я не знаю. Ну, в общем, да? Получалось хорошо. Вот и всё. Я его заверну в этот кусок пергамента, на который я его снимала. Я вот так вот делаю. Я не знаю. Может кто-то делает по-другому. Но, в всяком случае, я делаю так. И оставлю его на столе до остывания. А потом я приготовлю крем. Ну, а сейчас мы сделаем крем. Вот у меня сметанка. Ну, это сливки 36%. Тут их пол-литра. Я переливаю их в эту ёмкость. Они холодные. Из холодильника. И кружка тоже, которую я сейчас буду взбивать. Она тоже у меня стояла в холодильнике какое-то время. Ну, вот как-то так. И я добавлю 100 грамм сахарной пудры. Я её даже через ситечко протёрла, чтобы там не было комочков. И взбивать надо очень, очень и очень деликатно. Для того, чтобы у нас не получилось масло. Как только увидим мы, что это всё дело заустеет. Быстренько, чтобы не отделилась сыворотка. Нам надо прекращать взбивание. А сейчас я буду взбивать. Я взбила до такой консистенции. Вот, если видно вам. И больше его взбивать не надо. Потому что отскочит сыворотка и будет уже никуда не годиться. Тоже будет не крем. Сыворотка отставить и всё будет очень плохо. Вот прямо сейчас мы развернём наш корж. Надо неделю не сломать, не треснуть. Только единственное, не надо жалеть этого крема. Надо мазать добро. Потому что и он упитывается. И тогда, как его там совсем мало, это не очень хорошо. Не жалеть. Вот так вот. Мажем его тут здорово так. И сюда можно добавить любые ябоды. Что вам только понравится. не только этот крем. Ну и с этой стороны, где у нас будет, тут он заворачивается. Трошечки мы не дамажим. И всё у нас будет хорошо. Так. Ещё сюда на краешек немножко. И сейчас у меня ещё есть... Эти... Персики закатанные. Сейчас я немножечко тут их устану. Пару кусочков порежу. И будет у нас такая добавка. Ну и сейчас вот у меня ещё я открыла персики. Сейчас я покладу сюда таким вот образом персики. И у нас будет немножко такая кислинка такая своеобразная. И на разрезе он будет очень-таки красивый, яркий. Это желтенькие персики. Ой, боже мой. Вот так вот. Можно ягодки, можно малину, можно клубнику. Что у вас там есть? Что там есть? Что вы хотите? То и можете добавить. Вот и будет красиво и вкусно. Вот так вот. Ну, сейчас мы его начнём сворачивать. Вот. Так. Не знаю. Иногда говорят, что он ломается, рвется. Ну, сколько я их делала ни разу, и он не сломался, и ничего еще не осталось. Не знаю. Сейчас вот так, немножко мы его прижмём. А тут у меня осталось крем немножечко. И я вот такие невелики. И я вот такие невелики мастак. Али можно это сделать такие вот невеличкие. Тут мы сделаем некие. Не знаю даже, что это будет у нас. Ну, нечто ж будет. Нечто ж будет. Вот так вот. Ай. Ну и ладно. Уже будете, как будете. И сюда тоже можно положить вот такие штучки. Вот. По кусочку. И всё будет у нас красиво и вкусно. А вы, насколько у вас позволяет фантазия, можете сделать то же самое или еще там, что вы умеете. Я вообще-то, я не художник. Не. Ни разу не художник. Я фантазер. Я могу в глазах, в мыслях фантазировать, бог знает что. А на самом деле вот я рисовать не умела и не умею до сих пор. Ну, вот у меня такие странности. Я, например, люблю очень вязать, очень люблю вышивать гладью и крестиком, и бисером. А если мне пришить надо пуговицу, то для меня это трагедия, это шкандаль. И я этого делать не люблю. Вот такая я чудная. Ну, мы же все разные. Ну, в общем, это такой вот хороший смешной ротик. Мы заканчиваем наше приготовление нашего рулета. Вот. Он такой у нас красивый. И я думаю, что он будет очень вкусным. Я желаю вам мира, добра, радости, благополучия. Всем вам здоровья. Обнимаю. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok